Польские пограничники заявляют о попытках везти в Украину сразу несколько партий ворованных автомобилей. Мерседесы, класса люкс, грузовики и даже дорогие мотоциклы. Это улов только одного июля. Переправка угнанных машин из Европы в Украину стала суперприбыльным бизнесом. Его схему и логику пыталась понять Лариса Задорожная. Большой шелковый путь, так европейцы называют маршрут Евросоюз, Украина, Россия, Казахстан. Трафик переправки ворованных автомобилей. Некоторые до Средней Азии не доезжают, остаются колесить по украинским дорогам. С начала года МВД нашло 139 автомобилей из списка Интерпола. А сколько еще не нашли? Двойники, вливайки. В Украине появился даже автосленг. Берутся документы автомобиля, существующие реально в Украине. Снимаются номера, вывозятся, например, в Польшу. Ставятся на автомобиль аналогичные модели. Прикрутили, и машина уже заезжает, как выехавшая, якобы, из Украины. Украинско-польская граница здесь проводит серые машины. В первую очередь разверяется номер кузовных аргатик. Истории, похоже, отличаются только марки. Эти автомобили имеют не больше трех лет. Это автомобили, которые имеют маленький пробег. То есть автомобили, которые в хорошем состоянии. Дорогостоящие автомобили. Польским пограничникам иногда остается только улыбнуться. Водитель дорогого БМВ, а курит дешевую приму. Мы внимательно смотрим не только на машину, но и на водителя. Пытаемся определить материальное положение. Если это только перевозчик, а не владелец, то велика вероятность, что авто было украдено. Штраф-площадка на территории Польши. Автомобили с желтой полоской, те, которые в розыске Интерпола. Здесь таких десятки. На каждую из этих машин в Украине был свой заказчик. Автомобиль воруют под вкус конкретного человека. Заказчику этого Ауди теперь придется искать новую, дорогую иномарку класса люкс. Ворованный автомобиль в Украине стоит в три раза дешевле, чем новый из автосалона. Покупатели гонятся за дешевизной, а есть спрос, будут и предложения. С начала года мы обнаружили 200 случаев угона. 90% на агрегатах автомобиля перебивались заводские номера. В большинстве случаев за рулем были украинцы. Эти папки словно путеводитель по местам боевой, автомобильной, ворованной славы. Италия, Россия, Германия. Стефан Решко охотник за краденными автомобилями детектив, которого нанимают европейцы для розыска своих железных коней. Три четвертых, скажем, мы не находим. Мы не находим, потому что эти автомобили не на регистрации. Они ездят на украинских регистрационных номерах и документах, но в официальной базе регистрации не находятся. Украинский парадокс, который детективу сложно объяснить своим клиентам. Пугает то, что иногда, скажем, за рулем таких автомобилей оказываются чиновники украинские, сотрудники в том числе правоохранительных органов. При этом формально чиновники ничего не нарушают. Дорогой автомобиль конфисковали, выставили на аукцион, никто не купил. Машина ушла государству. И высокого начальника совсем не волнует, что у автомобиля плохая репутация, которая никак не украшает его собственную. Уж очень обычно это дело в Украине – ездить на ворованных европейских авто. Лариса Задорожная, Игорь Антонюк, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал «Интер».